Вот так вот, аккуратненько, тепличку бы починить. Огурчики, помидорчики будут. Это что? Вряд ли от Лехи. Кто же ты? Тайный поклонник? Ой, кто же это может быть? Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вам дня. Доброго денечка. Я вот тут прогуливался и решил заглянуть к вам по-соседски, так сказать, Анастасия Вячеславовна. Послушайте, вам кто-то слил мои персональные данные? Вы опять что-то продаете, мне ничего не надо. Нет, нет, я правда ваш сосед. Петр, для вас петь. Я вот, пожалуйста, я ничего не продаю. Разве что могу только сердце свое подарить вам. Печень была бы актуальнее. Вы не только очаровательны, но еще и остроумны. Да. А не желаете ли в лес по грибы сходить, а? Петр, я думала, вы романтик, а вы наркоман. Нет, ну не за этими. Там просто грибы вот такого размера с кулак. Петр, вы очень милый и по грибам большой специалист, но дело в том, что я гостя жду и грибы я не люблю. Жаль, жаль, жаль. Ну что ж, тогда я вынужден откланяться, но это не последняя наша встреча. До свидания. До свидания. Возьмите, пожалуйста, вот этот банан, он исключительный. Хозяева! Хозяева! Здрасте, собаки нет? Нет. Можно. Да? Привет. Боже мой, Дениска. Здравствуй, дорогой. Муа. Господи, какая прелесть. Господи, ты знаешь что, что грибы? Это мои любимые грибы. Я сердцем почувствовал. Я их сам насобирал, только ты, ну, сама не ешь пока их кому-нибудь дай попробовать. Так вот вы как со мной, Анастасия Вячеславовна. И вот еще тебе. А? А? Ой, ну это вообще самое сердце. Слушай, а ты, конечно, романтик, самый настоящий сердцеед. Ну что? Ну ты, ну ты, ну ты, ну ты, ну ты, ну ты, ну ты. Ну ничего, вы меня еще услышите. Девушки отдыхают. Ай, ёлки-палки, в потолке не скрошь. Давай, 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 догоняем, мой хороший. Всем привет, друзья, с вами Настюшка Опасность, а.к.а. Настюшка Доброта. Это агент шоу 3.0, и сегодня у меня в гостях комик, стендапер, человек с маленькой буквы Денис Дорохов! Денис Дорохов, 35 лет, комик и актер. В 2009-м Денис и его нарисованные усы вступили в сборную Камазякского края и стали легендами КВН. Позже Дорох с коллегами показал все, что может случиться однажды в России и самостоятельно снялся в кино однажды в Индии. После 30-ти бросил пить, курить и начал заниматься стендапом. Именно его шаловливые губы завершили судьбу игры на ТВ. ТНТ. Талисман, покемон и дружбан Азамата Мусагалиева. Сейчас, смотри, с учетом твоей занятости колоссальной, сумасшедшей. Плюс ты семейный человек. Ну, как ты это и сращиваешь вот такие дни, когда ты можешь ни о чем не думать, ничего не делать? Или как ты хоть себя немножечко вернуть? Вернуть – это странно. Ну, правда. Вот реально странно. Потому что ты тогда, получается, не живешь, ну, сегодняшнюю жизнь. Жить прошлым – это плохо. Да и невозможно. То есть даже вот какое-то время есть отдыха. Вот думаешь, все, сейчас я просто отдохну. И это буквально там на часа два тебя хватает. Потом начинаешь так. Так еще мысль появилась записать. Вот в стендап что-то, идея какая-то. Или на шоу какое-то, или еще что-то. Там позвонить кому-то, договориться. То есть постоянно. То есть жена меня все время отдергивает. Типа, мы же отдыхаем. Да-да-да-да-да. Супруга твоя не обижается на тебя, на твой тортоголизм? Ну, она со мной уже давно. Ну, то есть мы вместе. Странно, мы вместе уже давно. И чтобы феминистские не доебались. По фактам. Да. Женщина-человек, вот это со мной всегда. Ты ее уважаешь. Да, я ее уважаю. У нее есть право голоса. Она не толстая, она нормальная. Все, она может делать все, что захочет. Может не брить, ничего. Нормально. 16 лет. Мне 18, когда мы познакомились. Понятно, что выходила она замуж за «Газпромовца». То есть я работал на «Газпроме». И я ходил в костюме, в плаще такой. Очень крутой был, сильно крутой. Я даже трубку курил. Да, представить невозможно. Да, это ужас. Мне сколько там, 23 года там. А ты уже старый. Да, с трубкой. У меня папка, я ее есть по образованию? Не хожу с папками, с документами. Такой, блин. Трус с чем, с кем-то там. Подписи собираю. И она, мне кажется, все равно была готова к тому, что вот я такой вот человек. Ну, кстати, как она вообще тогда отнеслась к таким переменам, когда ты из «Газпромовца» такого дипломатичного человека превратился в комика просто лютейшего, мощнейшего, который может позволить себе поцелуй с другим мужчиной на сцене? Ха, я думаю, мы обойдем эту тему, ну ладно. Ну, ничего никого, никто никуда не пойдет. То есть, когда мы познакомились, я был КВНчиком. То есть, мы учились в колледже, а на первом курсе я на четвертом. То есть, это, скорее всего, скорее я из творчества вот на какой-то короткий срок выскакивал вот в эти юристы, в эту такую, в такую жизнь. Слушай, если возвращаться, мы с тобой немножко затронули момент с поцелуем, но так, чуть-чуть, я все-таки бы хотела спросить такую историю. Вот сейчас ты жалеешь о сделанном? Нет, абсолютно нет. Ты бы повторил эту историю? Ну да. Да, реально? Ну, сейчас просто законодательство немножко... Построже было бы, скажи. Да, построже к этому отнеслось бы. Ну, а в целом-то нет ничего. А у тебя не было такого, что ты потом пришел домой, у тебя как бы дети спросили, батя, ты что, ебанутый? Меня не было, когда он смотрел. Мне жена сказала, что вот он смотрел, смотрел. И в этот момент такой, когда поцелуй произошел, он так сделал, на маму посмотрел, на жену. И она говорит, ну, это, типа, что, шутка же, все. Я не знаю, возможно, это скажется уже, когда он повзрослеет. И у него окажется, что какой-то психоаналитик скажет, что вот из-за этого у него теперь, видите, он... Жизнь порушила. Платье надевает. Не, ну, а... Стрэш. А ты когда врываешься в такую импровизацию, ты не задумываешься вот о том, как отнесутся там жена, семья? Это же, если это касается творчества, там, в рамках сцены, либо, там, съемочного процесса... Ну, было бы странно, если ты в караоке просто бы пословал... Да, на остановке шел, просто... Да, такой мужчина. Иди сюда. А когда-то все в рамках творчества, наверное, какие-то границы могут быть, но, опять же, все зависит от того, от контекста вообще, что происходит. То, что, типа, в интернете пишут, на это уже надо все-все сильно фильтровать. Это же касается и хейта, просто какого-то там... Когда вот пишут, там, по поводу этого поцелуя, ну, я тоже рассказывал где-то, наверное, эту историю, что мне писали там, блядь, до хера всего. И вот очень-очень яркий момент, который тоже мне изменил отношение к хейту, когда мне писал один такой, ты гандон, ты, блядь, зачем, ну, типа, целовался, блядь, с мужиком, это увидели мои дети, блядь, ты пи***ь, блядь. А я, ну, я был в таком состоянии, когда вот, ну, я первый раз столкнулся с очень мощным хейтом, то есть, когда он был, он всегда был, но это прям сильная волна такая хейта. Я реально заволновался. И я написал им, говорю, блин, а сколько твоим детям лет? Там 16 плюс ограничение, говорю, в этой передаче. Оно там, вначале это говорится, говорю, может быть, ты, ну, ты зря показал, там, ты, то есть, ну, дело там, фильтруй, и он такой пишет, о, ответил, у меня нет детей, на самом деле, я просто хотел, чтобы ты обратил на меня внимание. Понимаешь? И все, я говорю, соси хуй, блядь. Вообще, я думаю, тогда вообще, пошли все, сейчас, что мне пишут, я блядь, заблокировал, блядь. Что-то мне пишут, а ты от СПИДу умрешь, нахуй, все, блядь. Вот так могу ответить кому-то. Реально так можешь ответить? Ну, какой-то вот вообще, который у меня сильно всплинит в моменте, я думаю, сейчас начать переписываться с ним, и вот не успеваю заблокировать, просто пишу, а ты от СПИДу умрешь, и заблокировал. Ну, в итоге, я не просто так, типа, Денис, мне нравится твое творчество, а ты от СПИДу умрешь, нет. Он мне, он мне, он мне, он мне напишет, и говорит, хуй, жесткую там. И вот если сильно, в каком-то моменте, они меня подловят, вот таким сообщением, я могу написать. Пока еще не придумали фен-самокат, зато придумали кредитную карту Тинькофф Платину. Не нужно выбирать между важным и важным. Оформи Тинькофф Платином до 30 ноября, и получи шанс выиграть 10 миллионов рублей. Выбери трех девушек-комиков, которых ты считаешь самыми горячими. Ну, Степаненко раз. Я не знаю, кто. Бывшая жена Петросяна. О-о-о! Да, а нынешняя? Воробей Елена. Блин, ну они котовые. Мне кажется, вот, Вика Складчикова, это стендап, стендапер, стендаперша, стендаперка. Она такая, мне кажется, очень горячая, тема горячая у нее в целом, она легко про секс говорит. Вот, мне нравится это. Я просто этот, я на самом деле всех женщин люблю, честно. Правда, я сейчас не скрываю, и я с этим борюсь. И у меня даже стендап есть, и я где об этом разговариваю, о том, что, ну это там мужская суть, что ты все время, ну все равно смотришь на женщин с интересом таким сексуальным. Вот. Это мы вырежем. Нахуй. А ты ревнивый, вообще ревнуешь супругу? Я просто настолько ее доверяю и уважаю, что, ну она даже присылает мне иногда, вот, можно такую, типа, ну, не то, что прям, она отчитывается передо мной, она типа, как ты считаешь, вот такое я могу выложить? И там, в купальнике, допустим. Я такой сначала думаю, нет, ну, первое, что мне в голову приходит. А потом думаю, ну нет, она красивая женщина, она мать двоих детей, так выглядит, может себе позволить так, ну, так выглядеть, офигенно, сексуально. я думаю, ну, что я запрещать, то есть, пока, есть что выкладываю? это же правда, пока есть возможность, что надо делать, дальше все, сиськи отвиснут, ну и яйца тоже отвисаю. Это правда, я так скажу, это правда, у меня они есть. Да, да, пиздец, правда говорит. Соответственно, этот челлендж называется губа не дура. как-то ты спрятил, что этими губами ты не только умеешь болтать, но и делать реальные дела. Что ж, именно сейчас мы предоставим тебе это реальное дело, которое нужно будет делать. Зачем ты так разговариваешь? Я не знаю, я вот так вот еще встала, у меня такое настроение, я так чувствую, я буду в нем существовать, покуда мне не надоест. Просто щетки говорить. Соответственно, если ты будешь не справляться с заданием, я сейчас объясню, что нужно будет делать. Пожалуйста, без объяснения я тут ничего не понимаю. С превеликим, огромным удовольствием мне придется тебя ударить током. По-расоте. Тебе нужно будет следовать по маршруту и закрытыми глазами, соответственно, мы здесь, значит, так вот скотчем отделили границу, то есть, чтобы ты чувствовал и понимал. И губами, нежным, касательным образом ты сталкиваешься с первым препятствием. Это курица. Тебе нужно будет языком залезть в ее нежную попку и достать первое сердечко азомата. Соответственно, ты движешься дальше по траектории, встречаешься с горчичкой, ищешь там второе сердечко азомата, то есть, ты его забираешь, можно его выплюнуть, и, соответственно, движешься дальше по траектории, и вот здесь вот такое вот сердечко, оно уже висит, тебе его нужно будет просто язычком вот так подловить. Там хуй азомата. А там хуй азомата. Отсосать его. Немножечко, так сказать, поиграли. Опять, блядь, ну ладно. Беб, подожди. Давай. Ай, блядь, давай. Все, все, не пробуем больше. Ебать. Все, пошли. Значит, мы расслабляемся. Сейчас я тебя опущу. Ты как проктолога говоришь. Да, значит, высовываем язычок. Сопочку даем мне? Только мы... И вот так вот. Я в этом где-то. Вы поменяли, да? Я в пизду, правильно? Сейчас, это же пиздачный собранник. Все верно. Чужая какая-нибудь. Хотя любая пизда, чужая, кроме жены. Это правда, молодец. Я усвоил руки жизни, блядь. Ниже. Блядь, острая, сука. Вот так. О, и Вирка. Все, держись. И поехали. Все, попка близко. Мы коснемся сейчас курочки и полезем внутрь. А что это у нас? Это пиздац, ребята. Я не знаю, видите вы это или нет, но это самое отвратительное, что я видела в своей жизни. Мы примерно наглядно видим, как это происходит у Дорохова. Значит, в жизни ты как-то ее уже кусаешь, ты ее уже ешь. Ты курицу. Так же и в жизни происходит. Ес, первое сердце. Выплевывай. Ты просто ее разнес. Богдан, Артем, я посвящаю вам это. Первое сердечко. Я пойду, Алха. А я понимаю. Ну все через труд. Давай проверим, работает ли. Нет, нет, не надо. Я... Я все сделал, блядь, правильно. Ты оторвал губы только что, блядь. Ай, блядь, это из-за того... Подошла сюда, нахуй. Подошла, облизала все с меня. Не отвлекаюсь. Все, левее двигаемся. Мы просто проверили, чтобы он работал. Так, здесь у нас горчичка. Это вот мы встретились с тазоматом уже. Непосредственно. Какой ужас. Господи. Ребята, простите, это выпуск 18+, не иначе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творишь, что... У тебя язык, конечно, могучий, Дэнчик, я тебе могу сказать, что... Какой-то наработанный вообще экспириенс. Ага. Ну что там, какие предпосылки? Глубоко. Глубоко, да? Ага. Ну, если не достаешь, то можно двигаться дальше. Да? Да. А что, я уже? Спускаемся вниз. Вот прям вниз. Горит ебальник. Горит. Что кровит? Горит ебальник. Горит ебальник. Ну, зато тепло. Так, чуть-чуть ниже и левее. Не-не-не. А что я тебе помогаю, блин? Я хочу же... Пусть табаска жрешь. Так, и дырочку мы нашли. И совершенно игривым образом достигли финала. Ну что же? Ну что? Ну что? Это было потрясающе. Я могу сказать, что ты не совсем до конца справился с заданием. Да не меня бил. Нет, не дай. Я тебя засосу. Я тебя засосу. Я подождена. Я один раз ударю и все. Пожалуйста, у меня мейкап. Мне еще снимать. Пусть табас будет, я тебе клянусь. Эльвира смотрит эту программу, она не поймет. Не можешь этого сделать. Я тебе клянусь, я это сделаю. Не можешь этого сделать. Я сделаю. Я должна это тоже сделать. Ты собрал в мае сердечко. Все. Почему за вашим романом с Картунковой должны следить только мы в шоу «Однажды в России»? Расскажите уже людям. Ну это, блин, прикол. Не, ну мы, конечно, любим друг друга с Олей. Очень сильно любим. Уважаем друг друга. Ну все в рамках закона. Имеется в виду, что мне вот нравится там, и ей нравится там играть, типа там, блядь, сейчас тебя съем, нахуй, блядь. А она, вот что за платье она делала? Ты смотри, блядь. Ну все, и она подыгрывает мне просто. Но Эльвира не ревнует? Ну это же же прикол. А вообще, кстати, она у тебя ревнивая? Она тебе хоть раз предъявляла за твои вот эти? А мне, мне были приколы такие, знаете, когда ей писали. Один раз ей написали так, что, ну действительно, я прям испугался, потому что я никак не мог доказать. Она жила, осталась в Астрахани, там, с сыном. А я вот поехал сюда, как бы, переезжать. Я полтора года жил здесь без семьи, то есть мотался туда-сюда. И ей какой-то просто тип написал, что вот ваш муж, он отбил у меня девушку, он с ней встречается, там, что-то это. Я ей, блядь, ну, я говорю, да она мне пишет, кидает эти скрины, и что-то, блядь, я говорю, да догон это, блядь, это не петопиздец. Я говорю, ну это нет, ну нет, блядь, я живу здесь, блядь, с Зауром Бойцаевым и с Бабьяком в квартире. Мы, блядь, вот-вот, ну мы вот так вот. И я просыпаюсь с утра, иду в офис, из офиса возвращаюсь сюда, блядь, и все. И долго вот это такое, ну, не очень долго, но какое-то время подвисла какая-то такая напряженка. И потом ей написала женщина одна, взрослая женщина пишет, говорит, вы знаете, что Денис Дорохов мой сын, а на Вастрахани там, ну, живет с моими родителями, она пишет, да, это мой сын, я просто, когда родила, отдала его в детский дом, все, этот, и я говорю, ну вот, ты, блядь, пишет, я ебанат, и пишут просто, ну все, просто плену. И тот вопрос, давай закрывай. А прикинь, это реальная история, это реально твоя мать? Хотя, я в детстве задавал вопросы тут родителям, я говорю, а точно ты неприемный? Прикинь, это бы она была, вы ее сбрели. Я похож на отца и на маму, поэтому не доебаться. Слушай, а у каждого артиста есть определенный пик, когда он на хайпе, на пике славы, вокруг него там все собирается, все инфоповоды и так далее. А как ты думаешь, в каком году твой был пик? Или может быть, он сейчас до сих пор продолжается? Настолько все поэтапно как-то идет, что ли, ну вот у меня в голове, как бы все само собой вытекает. То есть я все эти годы иду, иду по этой дороге, по одной там. Определенный пик в КВН, наверное, ну мой личный, назовем это так, это вот там типа Песков, это пародия на Песков, когда это был такой взрыв. Потом отдельно в этом же КВН мы сделали там две игры еще именно Камызяками. Тоже новая стадия, новая стадия. Потом появился Ютуб, он тоже такой вот, скажем так, постепенный. Цены на корпоративы меняются, когда ты на лютом хайпе, когда ты на стандартах своих движений? Они меняются, знаешь, из-за чего? Не из-за хайпа. Они меняются из-за того, что когда происходит хайп, ну добавляется еще работа, какие-то предложения. Ты смотришь, что у тебя там, у тебя в принципе в неделе вся занята, по большому счету там съемки. Но есть какие-то вещи, которые можно подвинуть. И ты уже, ну типа, думаешь, ну надо подвигать ради чего-то. И говоришь, ну за такую сумму я готов как бы бросить это и поехать к вам. И у меня даже были такие случаи. Так. Ну такой, а самый один яркий, это то, что там, ну как оказалось просто. Я приехал там в один город, вел день рождения у достаточно молодого такого бизнесмена. Молодой, может чуть-чуть старше меня, ввиду праздник, все всем нравится, там все кайфуют. И он напивается, то есть он напивается, 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 и в какой-то момент вот так вот выхватывает там, или берет какой-то микрофон, да, второй. Начинает такое, блин, вот все, стоп, стоп, типа все, стоп. Дорог. Вот, блин, я уже два года пытался тебя вот на свой день рождения, короче, пригласить. Где там все занят, занят. И вот, блин, у тебя сейчас вот получилось, да, но ты, блин, в три раза дороже. Ты в три раза дороже, блин, сейчас. Ты пиздец, это что такое? И все такие замерли, смотрят. Я сам такой думаю, еб твою мать. Интересный праздник, да. Я ему так ответил, я говорю, ну это же круто. Это, ну, что ты можешь позволить себе меня. А-а-а. Значит, у тебя хорошо дела идут, но не настолько хорошо, чтобы ты смог себе позволить Азамата. И он так захуярил, нахуй. Это пасть. Они как-то все засмеялись, да. Я аж испугался, думаю, ну, то есть он же главный, по сути. А все работники его засмеялись и начали тоже прятаться, типа, ну. Он просто растерялся в какой-то момент. Ну, он понял, что ты стоишь своих денег, потому что ты его просто взял и нэн. Да у меня вообще отношение к этому, ну, если я беру корпоратив какой-то, там, мероприятие, то есть мы его делаем качественно. Ты бы хотел себя вообще попробовать как серьезный актер, может быть, заняться в большом классном кино или сериале? Очень сильно. Я очень сильно стремлюсь к этому. Хочу этого. И, ну, я там, учился на курсах разных актерских, там, драматических актеров. Ну, то есть это было бы как бы логичным продолжением твоей карьеры? Да, я с удовольствием очень сильно, если даст Бог мне вот в этом поучаствовать. А тебе предлагают какие-то роли? Да, сейчас есть предложения, но пока приходится отказываться, потому что... Куйня. И в том числе. И просто еще, типа, думаешь, что как бы с этого стартовать тоже странно. Ну, то есть и какие-то есть роли, которые просто я понимаю, что я не вывезу. Потому что, грубо говоря, к ней вот надо готовиться. То есть я понимаю, что... Ну, как ты тогда начнешь актерскую карьеру, если ты отказываешься, потому что ты не хочешь готовиться? Не, ну, у меня просто же тоже план какой-то есть на год. Вот я этот год, я с того года начав, этот год я больше посвятил, ну, моя такая, скажем так, цель снять стендап, сделать спешл. Помимо съемок всего, то есть «Однажды в России» это основная работа, там, она как бы... Ну, просто «Однажды в России» мы снимаем там по графику. Есть определенный график, и эти дни я не занимаю точно все, только этим и занимаюсь. Вот. И цель, как бы, вот это, есть много про это, там, «Я тебе не верю». Это же все такая основная работа, плюс стендап. И вот стендап – это как вот, вот я хочу его снять, главная цель. Потом на следующий год, вот, грубо говоря, когда сниму стендап, мы это уберем, соответственно, уже можно будет еще чем-то заниматься. В конце любого интервью, знаешь ли, в конце интервью с гостем. У гостя есть возможность задать мне любой вопрос, и я совершенно искренне, честно на него отвечу. Так что спрашивай, что хочешь. Ну, клянусь, первое, что сейчас в голову пришло, реально 15 сантиметров маленький считается? Ну, если есть перспектива, то не хотелось бы от нее отказываться. Нет, 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 нет вопросов. Всем спасибо. А вот, когда вышло интервью, скажи честно, ты мерил свой пенис линейкой? Да я мерил всегда его. Серьезно? Да. Ну, прикол знаешь какой? Что в один момент он просто перестает расти, и бессмысленно его мерить всегда. А во сколько лет примерно? Последний раз мерил? Ну, прости. Или мерил? Ну, вот начал я мерить, наверное, лет с 11, по-моему. Мы с Чавай, я помню очень четко, мы с пацанами вот во дворе мерили, вот без линеек. Мы просто снимали, да. Вы прям все вместе в кругу? Я сейчас, я сейчас вспомнил, а с херами у нас стояли члены. Во! Блядь, я никогда не задумывался об этом. Во! Ебать! Блядь, у нас стояли хуи, и мы хуями стоячими вот так мерились. Бля, какого хуя они стояли? Я клянусь, я только сейчас об этом подумал. Да, 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 это интересно. А стояли только пацаны. И сколько у тебя сантиметров? Этого, б**, мы не скажем никогда. На камеру мы хуй не скажем. Никогда, нахуй. Пожалуйста. Не знаю. Ну, больше не надо. В могилу с собой, в могилу с собой заберу. Ну, больше не надо. Мне это вообще не надо, ты меня не подловишь. Не подловишь. Ну, хотя бы подмигни. Я двое детей. Ну, тем более, значит. Не, не, не. Ну, пожалуй. Ну, когда... Ну, ладно. Нет, 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 нет. Пишите в комментариях ваши варианты, правильный я лайкну. Соответственно, эта рубричка называется «Круги на полях». История тебе до боли знакомая, что ты был там просто хитмейкером и самым главным человеком на планете. Здесь мы позволим тебе внедриться в эту систему еще раз, но мы ее чуть-чуть исковеркали. Конечно же, Денчик, у тебя есть обидчики, обидчики в лице каких-то просто комиков, комичичков, комичичонков, которые говорили про тебя обидные фразы. И я считаю, что ты сегодня сейчас им должен отомстить. Мы собрали этих пятерых, так сказать, неудачников в одном месте. Что тебе нужно будет сделать? Тебе нужно будет поочередно каждому из них встать в круг напротив своего обидчика. Обидчик тебе скажет фразу, чтобы ты вспомнил, как он тебя жестко оскорбил, опустил и унизил. И на протяжении 30 секунд в образе другого человека, который загадан здесь, тебе нужно будет его рассмешить. И если у тебя в течение 30 секунд не получается это сделать, тебя пясечник очень жестко хлещет по жопе натянутой резинкой. И поэтому на тебе сейчас вот такие вот очаровательные штанишки. Ну и в общем-то все. Фраза Макара. В натуре, Вазимода, ты что? Поехали. По-брасски посмейся. Ну нет, ладно, ладно, он смеялся, но это было нечестно, я считаю. Хорошо, идем дальше. Номер говори. 7. Сергей Шнуров. Прекратите, дурак офигенный. С таким лицом прожить, это что? Это огромный труд. Поехали. Я как терминатор. Въебу тебя сейчас. Ты отведи сюда. Усь, не бей, давай. Давай. Ай, блядь! Мне нравится, что шутки твои основываются на угрозах. Ты всем им угрожаешь. Блядь, давай. Больно? Нет. Давай номер. Один. Гузеева. У него глаза, как у моего мопса, чуть не выпадают. Поехали. Я тебе такую жену найду. Она будет тебе, знаешь что? Она тебе будет суп варить. Давай. Давай. Да, блядь! Это больничек, чокер? Да я не пародист, блядь! Итак, выбирай номер сначала. Десять? Это Александр Гудков. Итак, Щербаков, ваша фраза. Смешает Дорохов не потому, что он опасный, а потому, что он здесь. Поехали. У тебя там узко? Узко? Да! Да! Ты просто пощакотал ему яйца. Конечно, он, блядь, засмеялся. Ну, было, блядь. Ну, это запрещенный прием. Кстати, здесь ситуация усложняется, потому что в этот круг встану еще и я. Зачем? Чтобы ты рассмешил нас обоих. А ты вот сюда можешь встать? Между жопой или зелью? Да, конечно. Чуть позже. Выбирай номер. Шесть. Милохин. Давай, 30 секунд на Азамата, 30 секунд на меня. На тебя, да? Давай, поехали. Да, так будет честнее. Ваши фразы. Такое лицо, словно тетрадный лист вырвали, долго мяли, а потом еще и с жопы подтерли. Поехали. Ах ты, сука. Вела. Пошло время, сейчас. У тебя здесь узко. Не работает. Золотая чаша, золотые цепи. Давай. Блядь. Спасибо большое, Азамат. Блядь. Теперь тебя? Теперь меня. Ну, вообще, до этого я смеялась. А ты сейчас кто будешь? А я просто на слишком опасность. У меня нет к тебе претензий. Ты охуенный. Ладно. Поэтому я уже смеюсь. А ты мне будешь говорить? Нет. Ну, я че, ху**ый собачий. Ты ху**ый. Мамочки. Поехали. Она же просто сейчас сказала. Да. Вот так сделай. Открывай. Это, блядь, блядь. Я полная, блядь. Она засмеялась. Потому что бред какой-то, блядь. Ну, на самом деле, я могу сказать теперь точно, я хочу заявить на всю страну, что у меня очень ху**ое чувство юмора, потому что я смеялась со всей импровизацией Дорохова по всем этим кругам, когда никто не смеялся. Меня это разъебало. Так что, сори за войны. Все. Сори там еще за какие-то моменты. Как мы выяснили, мы люди бизнеса. Нам нравятся машины и сосаться. С горчицей и с табаско. Засаснемся? Давай. Давай. Я Никита Джигурда. А я Анастасия Волочкова. И сегодня мы отпарим новый челлендж. Всем привет! Снова танцевальный челлендж. Смотрим. Так. Верь. Так, ты маленькая девочка. Я маленькая девочка. Да, подожди, да. Так. Нет, ты совершенно летний. А я не понял, в чем фишка. Да он стоит там. Трется сзади. А, давай. И впереди. Давай. Да. Я, я, типа, я вошел. Ты вошел? Давай. Да, да. Ну, давай, ты как будто поближе. Давай. Шпагат. Что? Шпагат? Ну, тебе какой? Вертикальный, горизонтальный. Какой тебе надо? Смотри. Оп. Оп. Вот. И так. Попробуйте повторить. Рич. Да. Ну, не паритесь. Потому что мы попаримся за вас. Да. СИКРЕТЫ ВРИАГАДС. Соответственно. Эта рубрика называется «Человек из прошлого». Ты знаешь, что здесь будет. Да, это я знаю, да. Да, готов? Да. Ну что же, Алим, выноси первый предмет. А, привет. Ну, если я не ошибаюсь, мы еще первая команда КВН наша, которая называлась 42-й в списке. У нас была ночная репетиция, мы писали этот сценарий для КВНа. Это было прям все в колледже. Мы брали актовый зал на ночь, и вот там прям ночевали, писали все. Но это мы говорили, что мы будем писать. А на самом деле, в тот вечер мы захотели купить выпивки. И мы сильно напились, я напился до такой степени. Ну, там организм маленький, молодой, очень сильно. И я начал исполнять, прям реально исполнять. И вахтерша там суетилась, типа ругалась. Я бухой ходил очень, я захотел пассать. А чтобы пассать, нужно было на первый этаж спуститься с этого. Ничего, что пассать, говорю. Пассать, пассать. Пошел туда ссать, чтобы меня вахтерша не видела, каким-то образом поссал. Ну, это же, это колледж политехнический. И там на каких-то местах стояли вот эти огнетушители большие. И я просто один огнетушитель так вытащил, что-то вот так начал ходить с ним. И это, я помню момент был, что как-то там, ну, типа такой коридор двойной, грубо говоря. И пацаны здесь стоят, типа иди сюда. Я говорю, не могу. Он говорит, почему? Вахтерша здесь. Они говорят, где? И вот она. И она вот так стоит, просто вахтерша. Я прям на нее пальцем бухой говорю, вот она. Ну, слушай, ну вы же были в компании. Ну да, ну я был самый пьяный. Да, ну это же была компания людей. Почему ты сразу подумал про определенного человека? Ты мужик? Ну все, я думаю, я знаю. Да, ну давай все-таки по-по-по-по-по всем еще предметы. Может быть, дошли дальше. Давай, давай, все, сейчас. Это штаны. Я тебя вообще не понимаю тогда. Штаны драные. На жопе. Дырка здесь разорвана. Историю какую-то вспоминаешь, где, может быть, у тебя дыра на жопе образовалась? Свадьба, короче, Лената Мухамбаева была. Нашего с Хамазяк. И этот, и Альбинки, соответственно. И у жена. Тогда еще невеста, получается. У меня уже жена. Это уже свадьба. Да. После расписки. Программа Логика. Да. Я, короче, тоже там набухался. Блядь. Ну хорошая молодость была, нормально. Мы до сих пор так делаем. Я был в костюме таком сером. И ведущий какой-то конкурс объявил. Типа танцевальный. И нас, ну там, какое-то количество людей вызвалось на этот конкурс. Там по одному нужно было танцевать. Каждый по одному танцевал. Мне досталась песня Майкла Джексона, по-моему, Билли Джин. Ну, короче, Майкла Джексона песня. Так. Я решил, ну эффектно начать это. Я вот так вот сел, у меня костюм такой, ну серый, все, штаны вот эти классические. И я так сел вот так, и типа, фу, выпрыгнул. Очень сильно подпрыгнул. И вот в этом моменте, в фазе, когда у меня ноги вот здесь были, мне рвется вот так вот полностью жопа. Вот так. И у меня были трусы какие-то, чуть ли не красные. И что, ты продолжил выступление? Да. Все орали? Да, там вообще все смеялись. Вот видишь, самый прекрасный шедевральный момент в жизни происходит по синьке. Так, ну что, если... Это историю угадал, правильно? Это про тур. Это да, все верно, все верно. Ты из команды 42-й в списке? Да, это он, точно. Кто он-то? Ну капитан, я говорю? Или еще? Не, ну давай еще, там просто прикольные истории, мы повспоминаем. Ну вы зафиксировали, я с первого, вот если что, я уже знал. Да подожди, может это еще не так. Алим, выноси предмет. А это что такое? Это крейсер Аврора, как не стыдно. Не, понял, что крейсер Аврора. А что с ним связано? Наведу тебя на мысль, это было в школе на уроке музыки. Это песня была такая. Что тебе снится? Крейсер Аврора. Это школа. Да, это нет, это не капитан. Вот видишь, на, блядь. Блин, тогда это... Я все, теперь точно понял, кто это. Я знаю, знаю. Могу вопрос задать? Давай. Ты был свидетелем на моей свадьбе? Блядь, нет. Ну так. Ты играешь на гитаре? Ну теперь все, я точно знаю. Я просто не могу вспомнить, что я пел. Что тебе снится крейсер Аврора? Ну а прикол был какой-то? Нет. Я как-то рассмешил всех. Ну, конечно, нет, как и сегодня. Я, блин, придумал шутку, на самом деле. Потом уже. Сейчас вспомнил, когда на Милохина, как я мог сделать, как я мог рассмешить. Я мог сказать... Ну, здравствуй, папа. А, думаешь? Ну да, это разъебало бы. Да. А если что, мы можем этот кусочек вырезать. Слушай, ну я предлагаю еще все-таки один предмет вынести. Давай, давай. Потому что у него тоже есть история. Алим, давай. У меня сейчас... Я зафиксировал себе еще одну эту. Это домкрат. Я знаю, я же люблю машины, я знаю. Да. Ну, мало ли. Мне же зрителям рассказать. Историю помнишь, связанную с домкратом? Ну, она помнит, что там. Ты ехал в поселок Янгала. Янгау. Янгалу. Ну, ехал в Янгалу, а поселок Янгала. Нет, Янгау. А, да? Янгау. И на мосту пробил колесо. Да, блин, я помню этот момент, да. Все, расскажи эту историю. Там был мотоциклист, который там ебался. Я помню, что мы прокололи колесо. А с кем мы ехали? Бля, я не помню. Ты реально не помнишь? Мы зачем-то поехали туда. За травой, что ли. Для этого. По сапке. Нет, нет, у нас конь был. Да. Ты не помнишь, с кем ты ехал? Я не помню, с кем я ехал. Хорош прикол. Человек, с которым ты ехал, сидит там. Я сейчас не шучу. А мотоциклист что там делал? Короче, история такая. Ты ехал с товарищем в поселок Янгалу, а на мосту пробил колесо. Вы стали стать домкрат и баллонник. Да. Машина... У нас не было. Это Тойота... Твоя была машина. Тойота Витц была, праворульная, я помню, маленькая. Вот, два часа в поиске домкрата и баллонника вас спас пьяный мотоциклист, который сделал полицейский разворот. У него растекся бензин на асфальт и после он пытался поднять мотик. Да, что-то я помню. Вы с этого ржали очень жестко. А потом мотоциклист вас спрашивает, что ржете, помогите. Вы помогли. Потом ты уехал с мотоциклистом на шиномонтаж, вернулся, пошел доставать аварийку и обнаружил у себя домкрат. Да, да, да. Там просто я все вспомнил. Там же, там у нее этот, ну где-то под полкой, короче, я сначала посмотрел и не нашел. А там надо было поднять, ну, короче, либо поднять, либо, по-моему, сбоку открыть какую-то штуку. Я только потом открыл ее. Ну, ты не помнишь человека, с которым ты ехал? Ты жил на улице Конотопская? Ебать. Что, запутался? Слушай, ну я тебе просто скажу, что вдруг, мало ли, может быть такое, что человек может тебя, допустим, запутать. Не, ну запутать зачем? Ну, просто, чтобы тебе понервничать. Не, ну просто на тот вопрос, который, если он ответил вот насчет свидетеля, ну, это он идеально подходил. И, по-моему, я был с ним. Но если он неправильно ответил на свидетеля, тогда это, ну, это прямая просто, это, ну, сбил меня, значит, специально. Ну, давай вот вынесем последнюю подсказку и поймем, кто это. Давай, ну-ка, давай. Это, конечно же, тот самый потрясающий, невероятный, почетный свидетель. Это Мишка, Мишка Афанасьев. Человек из прошлого, подходи сюда, дорогой мой хороший, не снимай капюшон, подходи, не стесняйся. Да, да Мишка это. Ну что, человек из прошлого, снимай капюшон. Да, ну нахуй. И это... Бля... Михаил! А зачем ты меня сбил? Зато узнали, что ты не помнишь, кто с тобой ехал в машину. Нет, мне домкрат просто совсем сбил, блин. Бля, я там чуть не умирал, мне очень интересно было. Мне прям было очень смешно, я там кое-как держался. Вы не виделись, 6 лет. Да, мы очень давно не виделись. Да, мы не виделись. А ты, что, ты хорошо сейчас на гитаре разве играешь? Ну, нет, но у меня есть гитара, и я играю на гитаре, между прочим. Ну, он нехорошо играл на гитаре, тогда нехорошо играл еще. Вообще, сколько всего прошли, прожили? Мы мало того, что мы вместе пришли в один момент в эту школу. В один класс, да, он с Калининградской области, там... Ну, да, да, в Калининград, да. От Ставропольского края. Я со Ставропольского края. Мы пришли прям в один год, в одну школу, в один класс, и сидели за одной партой. Сидели за одной партой, получали одинаковые замечания, что вашим детям нужно выступать в цирковых училищах, потому что мы творите. Мы все просто жгли всякую фигню. Ты не помнишь песню вот эту крестью? Я не помню, что я делал? У нас, помнишь, учительница была такая в очках. Да, она черткостежная. Такая женщина, которая, то есть у нее все должно быть четенькое, и она начинает играть, а все молчат. Класс просто молчит вообще в тишине. Для меня было вообще это шоком, потому что я приехал со школы, где класс был поющий. Там каждый прям, а здесь все грубовая тишина. Я не вступаю, потому что, ну, стрёмно, серьезно, что-то начинай в одного, что-то там как-то. И какой-то момент, урок за уроком пары шлепает, и все. И в какой-то момент Денису это, видимо, надоело, у нее что-то подкипело. Она вступает к крейсеру «Аврору», он встает и начинает прямо петь, короче, да. Я его тут же подхватываю, то есть я тоже встаю, и мы начинаем вдвоем просто орать крейсер «Аврору». Я думал, что кто-нибудь еще может подтянется. Нет, никто не подтянулся. Мы вдвоем в классе класса от двоек. И она поставила вам пятерки? Ну, пятерки она, конечно, не поставила, но галочку, наверное, она себе где-то там отметила. А сейчас помните эту песню? Я только помню, что тебе снится крейсер «Аврору». Ну да. Что ж, потрясающе, мы тоже только это и помним. Ну что же, друзья, на этой прекрасной, дружественной, потрясающей ноте я предлагаю переместиться. Конечно, надо обниматься, не стесняться. Предлагаю переместиться на прекрасный тост, где мы пригубим. Ну и, соответственно, поблагодарим Господа за то, что мы есть друг друга. Давайте же выпьем за то, чтобы помнить, что у каждого своя правда и свой путь к циррозу печени. Ура! Ура! Дорогие друзья, спасибо всем за просмотр. Это была Агент Шоу 3.0, дачный сезон. Обязательно ставьте пальчик вверх, колокольчик, лайк, напишите комментарий, потому что самое интересное, необычное, да любой бог с ним может стать победителем и выиграть 50 тысяч рублей. Спасибо за просмотр. Да, б***ь, а как? А что написать? А любой комментарий. Ну, хороший желательно. Ну, подписаться на канал надо. Я подписан. Да? Осталось только написать комментарий. Что ж, не теряйтесь, чтобы Дорохов не забрал выигрыш именно у вас, потому что я чувствую сердечком, что вам эти деньги нужнее. Всем спасибо, это было Агент Шоу. Ура! Спасибо! Спасибо! Я рушу все, к чему прикасаюсь. Ты не бойся, ты не бойся, на этот раз не будет больно, но не обещаю, не обещаю. Я кангалый яд, мне нужно больше, не обещаю. Мне нужно больше, и огнята молчат, я не знаю, нахуя нам. Вся эта любовь. На экранах, нахуя, да? Вся эта любовь. Я, наверное, переплыл бы. Мне не страшно, мне не страшно. Я тонул здесь дважды, да это не важно, не важно. Я, наверное, не знаю, нахуя нам. Я, наверное, не знаю, нахуя нам. Да-а-а-а. Тя, это любовь, та её, да! Тя, это любовь, та, это любовь, та это любовь. Любовь, 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 Любовь Да это любовь Да это любовь Да это любовь Любовь, Любовь, Любовь Да это любовь